Время говорить. Конкурса «Авиадартс-2015», на который подвели итоги соревнований. Битва на Вожи. Рязанцы и туристы смогли понаблюдать за реконструкцией средневековых сражений. Рязанские спортсмены отпраздновали День физкультурника. Теперь обо всем подробно. В субботу 8 августа на аэродроме Дягилева прошла торжественная церемония награждения победителей Международных армейских игр «Авиадартс-2015». Посмотреть на фигуры высшего пилотажа в исполнении асов летного дела собрались не только рязанцы, но и жители области и гости региона. Напомним, в этом году конкурс, вошедший в программу Международных армейских игр, впервые прошел на специально построенном полигоне в Дубровичах. В нем участвовали больше ста летчиков из России, Китая, Казахстана и Беларуси. Алена Куколева расскажет о том, что происходило на Дягилевском аэродроме. Главком Воздушно-космических сил генерал-полковник Виктор Бондарев вручил победителям соревнований «Авиадарт-2015» кубки, медали и ключи от автомобилей. На церемонии присутствовала вдова пилота Игоря Бутенко, погибшего 2 августа во время показательного выступления авиационной группы высшего пилотажа «Беркуты». В память Игоря Бутенко была объявлена минута молчания. Виктор Бондарев вручил Ирине Бутенко ключи от автомобиля «Форд Фокус» и букет «Алых роз». Российские лётчики заняли первые места во всех 10 номинациях конкурса и стали лидерами общего зачёта. На втором месте находится Казахстан, третий – китайские пилоты. Всего в конкурсе было задействовано более 100 лётчиков. 12 типов самолётов, вертолётов и 3 аэродрома в Рязани, Брянской и Калужской областях. Благодаря нашим соревнованиям узы дружбы будут крепнуть не только между вооружёнными силами наших стран, но и народами наших стран. Виктор Бондарев подчеркнул, что лётчики в очередной раз показали всему миру и народам своих стран, что небо прикрыто и находится в надёжных руках. Главком поблагодарил участников за то, что соревнования прошли в бескомпромиссной борьбе. Только лётчики и те, кто связан с авиацией, понимают, какой это труд дойти до того уровня, когда можно вылететь на полигон и выполнить с отличным качеством поставленную задачу. Мы это всё прошли. Прошли с честью и достоинством. Золотые призёры получили автомобили марки «Форд Фокус», занявшие вторые места «Форд Фиеста». Обладатели бронзовых медалей увезут соревнования квадроциклы. Соревнования достигли своей цели. Это, прежде всего, выучки. Показано, что для лётчика, если он на самом деле готов, то ему без разницы, на каком полигоне работать. И он показывает именно мастерство, к которому он дошёл в процессе лётной службы. Иностранным командам из Китая и Казахстана ещё предстоит преодолеть более 5000 километров, выполнив промежуточные посадки в Новосибирской и Саратовской областях. Наибольшее расстояние свыше 8500 километров преодолеют экипажи из Дальнего Востока. К другим новостям. Ежегодно во вторую субботу августа отмечается День физкультурника. И в 2015 году он выпал на 8 число. Этот праздник, отмечаемый в нашей стране с 1939 года, считают своим миллионы наших сограждан. Среди них те, кто любит спорт, вне зависимости от профессии и возраста. Сегодня физическую культуру можно смело назвать частью культуры современного общества. Об уровне её развития можно судить по таким показателям, как состояние здоровья и физического развития населения страны. В Рязани для любителей спорта на улице почтовой были организованы гуляния. Глеб Галушкин побывал на Рязанском Арбате. В эту пятницу улица почтовой, как, пожалуй, главная на сегодня площадка для массовых гуляний, была дана спортсменам и любителям здорового образа жизни. По всей длине Рязанского Арбата организовали секции, призывающие горожан поддерживать свою физическую форму. В начале празднования Дня физкультурника состоялась официальная церемония награждения ветеранов спорта и тренеров, которые внесли весомый вклад в развитие физической культуры Рязанского региона. Они получили грамоты и скромные подарки. Дорогие спортсмены, дорогие жители города Рязани, кто привержен здорового образа жизни, сегодня мы с вами собрались, чтобы вместе встретить День физкультурника. Рязань словно хорошими спортивными традициями. У нас есть замечательные спортсмены, у нас работают замечательные тренеры, у нас есть хорошие победы, но мы надеемся, что этих побед станет каждым годом все больше и больше. Мы все спортсмены и видим на баннере написано, что мы все любим Россию, мы любим свой любимый город Рязань и, конечно же, все любим спорт. Далее зрители разошлись по спортплощадкам. Юные физкультурники могли поиграть в хоккей на траве, погонять мяч и полазить в мягком лабиринте. Зрителей постарше ждала зона армрестлинга, настольного тенниса, а также спортивная викторина для всей семьи. В середине улицы организаторы установили турник, положили гири и каждый зритель мог ознакомиться с нормами физкультурного комплекса ГТО. Мы приветствуем это постановление и хотелось бы, чтобы ее поддержали прежде всего молодое поколение в школах, институтах, техникумах. Это тот комплекс, который дает общефизическое развитие. Это развитие очень важно, во-первых, для всего государства нашего российского, а во-вторых, за молодежь, которая поступает в армию, сильные, здоровые, смелые. Они всегда могут решить самые трудные задачи с помощью, конечно, спорта и непосредственно ГТО. Пользовались большим зрительским вниманием и борцовские маты. Здесь самбисты, дзюдоисты, каратисты и борцы демонстрировали эффектные приемы своих единоборств. Люди посмотрят, какие виды спорта есть в нашем городе. Здесь ребята же непростые, ребята там кандидат в мастера спорта, мастера спорта, победители первенства России. Они наглядно посмотрят ребят, посмотрят, что они умеют делать. Кто-то запишется, придет. Так что это спорт у нас в единоборстве, потому что в Рязани еще широко развиты. Поэтому кто сам что выберет, сам будет за долей греко-римской борьбы или вольную борьбу. Кому что понравится, придет, запишется, будет тренироваться. Но и уже традиционно пятничные гуляния на почтовой сопровождались ярмаркой народных промыслов, распродажей подделок народных умельцев. А в разных концах улицы выступали коллективы музыкантов разнообразных стилей. Сотрудники автоинспекции сообщают о страшном дорожном происшествии. Авария произошла на 29-м километре автодороге Рязань-Ряжск, недалеко от деревни Епихина, Строжиловского района, и унесла жизни двоих людей. Вечером 7 августа на автодороге Рязань-Ряжск в Строжиловском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. 27-летний житель Рязани, управляя автомобилем Ford Fusion, не справился с управлением и выехал навстречу, где столкнулся с грузовиком КамАЗ. Ехал с Хрущева в Рязань. Выскочила машина, я по тормозам. Практически уже остановился и тут вот... Он вышел вам навстречу? Да, он навстречу. И удар. Водители на марке с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. Двое пассажиров, 17-летний молодой человек и 40-летняя женщина, скончались на месте. Стоит отметить, что в момент происшествия все участники ДТП были пристегнуты ремнем безопасности, сработали подушки безопасности, однако удар был такой силы, что все эти факторы не смогли предотвратить гибель пассажиров. Сотрудники регионального отдела организации применения административного законодательства совместно с коллегами из городского УМВД выявили и пресекли в одном из магазинов Рязани реализацию обуви и спортивной одежды известных брендов с признаками контрафакта. Внимание рязанских полицейских из отдела номер 3 по железнодорожному району прежде всего привлекла низкая стоимость продававшихся в магазине на держинке, спортивных костюмов, футболах и кроссовок. Продукция известных брендов шла в народ всего по 1000 рублей за штуку. Да и качество вещей даже при внешнем взгляде явно не соответствовало стандартам образцов высокой моды. Криво простроченные швы, дешевенькие металлические молнии, отсутствие пришитого артикула с названием фирмы-изготовителя. В общем, данная партия очень смахила на контрафакт. За истекший период 2015 года сотрудниками полиции уже составлено порядка 200 административных протоколов, предусмотренных статьей 14.10 Кодекса об административных правонарушениях. То есть виновные лица привлечены к административной ответственности. Сейчас вся изъятая одежда отправлена на экспертизу. Департамент социологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации провел очередную волну исследований, посвященного потребительскому восприятию качества медицинского обслуживания в России. Составители опроса спрашивали мнение россиян о медицинском обслуживании в отдельных городах, где проводилось исследование. О результатах опроса по рязанскому региону расскажет Роман Дворецков. В современном мире медицина развивается семимильными шагами, но, к сожалению, не для всех. И дело тут не только в недоступности современной высокотехнологичной помощи и в дороговизне лекарственных препаратов. К сожалению, цены растут, и это уже тенденция, из-за которой страдают простые горожане. Так, например, в Рязани для 26% горожан лекарства недоступны из-за дороговизны. Такие результаты показал опрос, проведенный Департаментом социологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации. В исследовании также оценивалось качество медицинских услуг. По его результатам, 60% рязанцев в целом довольны медицинским обслуживанием. Меньший процент довольных зарегистрирован только в пяти крупных российских городах – Владивостоке, Иркутске, Махачкалье, Тольятти и Ярославле. Также опрос показал, что 24% жителей Рязани приходилось обращаться за медицинской помощью в другие регионы. У 27% был повод подать иск на врача или медицинское учреждение. В субботу прошел 13-й по счету фестиваль «Реконструкция. Битва на Вожи». Он посвящен 637-й годовщине со дня победы в битве на реке Вожи русского войска над татаро-монголами. Это было первое в истории сражение, выигранное русскими над ордынцами. Главная цель праздника – помочь гостям проникнуться духом Древней Руси, духом нашей истории и предков, которые дали жизнь нынешним поколениям, защитили и отстояли независимость нашей Родины. Ирина Ковалева побывала на реконструкции легендарной битвы. Буквально на один день небольшой поселок под названием Глебово городище становится похож на настоящий средневековый городок, по улицам которого ходят доблестные воины, готовые в любой момент встать на защиту Родины. Именно так и произошло 11 августа 1378 года. В этот день на реке Вожи состоялось сражение между русским воинством и золотардынцами, которое закончилось победой русского оружия. В этом году на предположительном месте Вожской битвы праздновалось 637-я годовщина этого великого исторического события. На несколько минут перенестись в прошлое и стать свидетелями этой битвы, как обычно, позволила инсценировка сражения, в которой приняли участие клубы исторических реконструкций и военнослужащие Рязанского гарнизона. Очень много было адреналина, и не успевал понимать, что ты делаешь. Ты видишь перед собой врага, и тебе нужно его победить. И поэтому историю, да, я читал о битве на Вожи, мы смотрели фильм о том, как происходило это все в те годы. И очень, хочу сказать, очень познавательно, и советую всем посмотреть, прочитать. Это наши потомки, мы должны им гордиться и помнить. В память тех, кто погиб, защищая Родину, была отслужена лития, а к памятной стели почетные гости праздника возложили живые цветы. Мы с вами находимся в уникальном месте, где более 600 столетий назад произошло великое событие, историческое событие. Событие, когда русские воины победили впервые Золотую Орду. И победили они не только успехами воинства, но и силы духа, любви к своей Родине. Также Елена Буняшина отметила тот факт, что с каждым годом гостей на праздники, в том числе и из других регионов, становится все больше. А это значит, что туристический бренд «Битва на Вожи» приобретает все большую популярность. Этому способствует и тот факт, что до и после торжественной части театрализованного представления гости могут весело провести время, посетив различные площадки. В этом году все желающие могли попробовать себя в роли кузнеца и выковать подкову на счастье, пострелять из лука, познакомиться с древним оружием и доспехами, а также с археологическими находками, сделанными в ходе работы в Оржской экспедиции сотрудниками Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Это все новости на сегодня. Далее смотрите программу подробностей, гостем которой стал Алексей Лощенов, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы по Рязанской области. Спасибо, что были с нами. Смотрите нас завтра в то же время на Рязанских кабельных. Всего доброго! Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова